Друзья, всем привет! Сегодня будет третья часть о платах FANUC. Я думал ограничусь двумя, но кое-что произошло. Пришлось сделать третью часть. Что именно произошло? Произошло то, что я более внимательно осмотрел их и нашел еще кое-что интересное. Видео о первой части этих плат будет вот здесь вверху, а о второй части покажу чуть позже. Итак, вот плата, уже практически все я с нее снял, хотел выкидывать. Все, что я снял, опять же повторюсь, посмотрите в первой части по той ссылке, которую сказал недавно. И хочу обратить ваше внимание на эту деталь. Не знаю, как она называется. Это какая-то вставка. Вот тут, в верхней части, ничего нет. То есть я прожигал, смотрел. А вот нижняя часть довольно-таки интересная. Вот она. Нижнюю колодку я разобрал. И теперь показываю вам вот тут контакты. Вот эти серебряные, а вот этот позолоченный. Обратите внимание, как блестит. тут, конечно, надо выпаять еще их. И так вот в каждой из этих трех штук. Это первая. Вторая плата, вернее другая, выглядит вот так вот. Вот она. Тут был разъем, я его снял. Вот эти вот разъемы буду снимать. Я их не снял. Вот эти. Вот эти резисторы. Вот эти резисторы я во второй части показывал, что в них внутри. Ссылочка будет вот здесь. Здесь вот обязательно гляньте. Напомню, что сейчас это третья часть. И, что мне стало интересно, я решил посмотреть вот эти вот штуки, что в них есть. начал разбирать. Вот она, пластмассовый корпус. А внутри вот такая микросхема, или как ее назвать, не знаю. вот эта микросхема, но вот эти вот тут было все залито резинкой какой-то. Она снимается легко пальцами. И тут вот можете заметить, не знаю, видно, нет. Позолоченные контакты были под резиной вот этой спрятаны. Видно вам, не знаю. Вот. Немного, но все же позолота присутствует. Но это еще не все. Я решил разобрать вот эти штуки. Вот. Черные. они примерно такие же, но в два раза больше и немножко конструкция другая. И был приятно удивлен. Вот он в руках у меня. Чтоб вы видели. А-ОС-02. Такое же. Вот дата выпуска, кстати, 91-й год, 12-й месяц. Декабрь. Открываем корпус пластмассовый. И что мы здесь видим? Бескорпусной КМ-конденсатор. Один вот большой, второй чуть поменьше. И вот эта резинка, о которой я вам говорил. Она снимается ногтем. Мы ее снимаем, и тут мы видим позолоченные дорожки. Вот так же ногтем снимаем. и тоже есть. Вот. Пожалуйста. Казалось бы, неприметная деталь, а внутри довольно-таки хорошие вещи припрятаны. и такое же содержимое наверняка в каждом из этих вот штуковин. Так что еще раз напоминаю, что нужно быть очень внимательным и вскрывать по возможности все, что видите. Потому что это импорт, и очень мало по нему годного видео, и мы не знаем, что там может быть внутри. Потому что это зарубежный производитель. На этом обзор закончен. Всем, кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.